Вернулись из церкви, у нас сегодня 25-летие отмечалось. Покажи, кружки все эти какие подарили. Всем подарили, а мне батюшка забыл подарить. Я не вижу, или там есть, может быть даже есть где-то. Приезжал митрополит Алтайской митрополии, Сергий Иванников, фамилия его. Враги злорадствовали, разные миссионерские отделы лопались там. Кызыльский отдел какой-то, то есть, ну все, что хотели, то и буровили они. К вам нельзя ехать, теперь вы отлученные и прочее. Ну вы слышали, послушайте, решили записать мы литургию и все с архиереем без пропусков. И отдельно я снимал кое-где важные моменты. Он сам считает, поминает западноевропейского, американского Иллариона, первого иерарха, потом себя, Славгородского поминает. Кого он поминает-то? Он знает МРФПЦЗ, Крусско-Православной Зарубежной Церкви. Но мы приняли актроническое общение. Он приехал, очень доволен. О, дорога-то какая, а тут озеро новое. Ну, явно в глаза бросается все это. Отслужил. Ну, видно, как мы были вместе. И как он говорил слово свое, ну, по-божески. Почему? Вот в отместку этим врагам мост сделал так, на постромление. Ничего у них не будет. Почему? Потому что они злодействуют, злодеи, злодейские. Миссионерские отделы. А вот теперь это серьезно, вас архиерея не признает, к вам не приедет. Признает и приехал. Ну и теперь что ваше лжепророчество? Ничего нигде нету. И он видел, видел. Я даже привез он красную рубашку из города, привез. В нее одеться-то. Ну, а такой, какой был, вот такой и есть. Вот, пожалуйста, посмотрите, в чем рабочий. А я никто и не увидел, нет. У меня другого не было надеть. Вот оно где. Заплата на заплате. Вот оно, я новое недавно построил. И мне хорошо. Он даже не увидел этого. И никто замечания не сделал. Сапоги неудобные, но новенькие надел. И вот мне Никита передал. Я там оставил пол баночки меда, а баночки, я не знаю, грамм 700. Маленькая совсем. И мед не доел. Я был с баночкой возился. Он только написал, я сразу решил. Я приезжаю сюда, заказываю новую рыбку. И у Шерстобитова Геннадия Павловича заказываю мед. И у него будет так. Никита Андреевич ко мне. Так, серо на стороночку пока. Позайди. Так, где банки? В коридоре оставил. Вытащи сюда, затащи. Минутка, Север, сейчас он. Иди принеси сам. Три банки занесите сюда. Видите, вот он... Я бы этого не сделал, если бы Никита не сказал, что ему из дома надо привезти. А там у него грамм 100 осталось. Там не больше всего. Там совсем меда мало. А что возить? Приедет на месте. Вот. Теперь смотри, Никита. Это я тебе даю банку от Даши. За работу твою. Так, Даша, Володя. Это тебе. Вот банка. Спасибо, Христос. Третья. Я баночку одну взял себе. Сережа, ты мне меда себе не купил? Я маленькую баночку взял. Подарить тебе? Да мне как-то неудобно от вас подарки-то принимать. Не буду настаивать. Вложение давать, нежели принимать. Вот, держи, не урони. Так, это кому я дал? Это мне. Тебе не дал, да? Это тебе подарок. Банку. Ешьте помаленьку, только на ночь. Не с хлебом никак. На ночь, на ночь. Разводи с теплой водой для сердца. Не с хлебом никак, это не для меня. Это настоящий мед спасики. Все, договорились? Да. А всему начало этому ты положил. Если бы ты не попросил, еще и не было. Поэтому из самого ничтожного... Я сейчас архиерею сказал, говорю, тут вот Славгородский, это Всеволод, так как он теперь еще делает? Да вы что? Он даже не знает. Но он теперь знает, что все, кто с нами общается, со мной общается, из храма будут выброшены. Вот это необходимо было, чтобы в конце концов открылись глаза. Кого они напринимали в лоно православной церкви? Как говорится, озверелый фашизм. На киргизов говорят, на немцы. Кто такие, говорит, звери, а это фашисты. Да, поженятся, кто будет за озверелый фашизм между собой. Так и здесь. Вот, пожалуйста, одно слово. От него пошло. Просите, и дано вам будет. Да. Так он просил-то свое, я ему не дал. А сказал, здесь будет. И ты еще оставь, чтобы на зиму осталось. Ты видел, как я беру какой? Ну, чуть-чуть на ложечку, и все у меня всегда есть. Главное, это экономия. Если ты будешь зарабатывать три оклада, а жена у тебя рохля, она рукавом растрясет все. Чтоб жена была экономной. Заработать это пол-дела, вторая половина правильно расходовать. Носить, донашивать старое, ни на что не тратиться. И чтобы постепенно деньги накапливались. И чтобы было благословение, плати десятину. Священству. Десятину. От заработка, от всякого прибытка. И ты будешь в прибыли. У тебя нет времени ходить в храм. Затур, ты иди в храм. У тебя на все будет хватать время. Бог благословит, ты переделывать не будешь. Вчера мы за два часа что там сделали? Ты видел? Сколько убрали? Просеку какую прорубили. Завтра немедленно, с утра пораньше, прям рано, не завтракать еще можно. Прям пойти и прорубить. До завтрака сделайте это. Почти в потемках. Прорубите там эту траншейку маленькую, чтобы вся вода вышла. Что смешите? Да он смеется. Я тебе по делу говорю. А днем вы займете своими делами. Поможете ему закончить этот костровый пруд, там только сверху, Владя. Сделать. И дальше занимайтесь лагерем. На тихо сейчас можно отправить жене вот мед? Нельзя. Нельзя? Нельзя. Это только тебе лично. Ладно. Чтобы ты отстал от своего, помаленьку. Никому и не грамма. Хорошо. Ты не имеешь права давать. Почему? Я дал лекарство. Лекарство. А, ну все правильно. Лекарство не дарится. Это тебе для сердца. Для просвещения мозгов. Ага. Оно благословленное. И эти благословили, и Владыка благословил. Даже вот я слово сказать, батюшка хозяин, не Владыка. Я говорю, батюшка, можешь сказать? А теперь ему, а ты Владыка благослови. Ты понял? Я не расслышал, батюшка что-то сказал. Я говорю, Владыка благословил, батюшка, разреши. Благословил, благословил, разрешение батюшка дает. Он хозяин дома. Ты ухватил, нет? Ну, я все ухватил. Ну, никогда. если даже не 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 умом так а владыка знанием батюшка на владыку а владыка на батюшка они как-то очень хорошо как каждая дает приоритет другому вы видели насколько все искренне но я сказал не трудно им прошлый раз я говорил такое сложное прямо очень там обоглашение сегодня хотел сказать но не стал сказал главное научитесь правильно есть хотя бы двигаться и с этого у тебя будет другое закрепись на этом а со мной рядом сидел то этот кто он семинарист или кто-то молодой и так склоняется ему замечание сделал даже но лимона понимали а потом вы еще сказали смотрю это он не какие-то еще нельзя но в лагерь до надо он сейчас жён джон говорит можно готова жену в лагерь отправить это по двойной цене надо брать съем за с ребенком ребенком возьму у нас комплекс на лагерство желательно не один чтобы ребенок был ты будешь помогать на кухне и везде вот такое дело жен перевоспитывать это понравилось тебе празднование ты много ездил везде ты увидел какая здесь семья как выступали какое слово говорил батюшка душевно вот видишь сколько напустили значит я закрыл там тряпкой бой не поднимайте прошу не поднимайте не открывайте оттуда иначе я приду приеду войны в этом не спать нельзя будет я тут целую неделю с ними боролся комаров побейте без меня днем днем кошек тоже днем кошек на улицу надо да в кошке на улицу все время вот и днем и ночью запустила 1 и все она побыла сколько вместе чтобы она ночью идти некуда направиться на половички вот она побыла выйти не может вот смотри ну пошли на улицу пойдем гулять гулять пойдет а смотри она глядит и дебиленька все вот и брать не надо на лабу залазил там машина есть ну все отец это игнатий игнатикович смотри не помять я это батюш с батюшкой поговорил вот с ним который был я его по тобольску знаю да я знаю слышал а как его зовут отец дмитрий отец дмитрий и он сказал что канал на ю тубе вот он тоже внимательно посмотрел и проникся чем ну истиной какой а он год все время смотрит наши ролики да вот и про них он и про них имел ввиду вот канал ему канал понравился я не обладаю спросил и горит иногда игры не иногда всегда вы все время будете находить новое вот тут у меня пропуски два-три дня но постараемся восполнить сейчас все я сделаю отошлю там по все их закачает а я замки снимать буду только и вы тут можете хоть маленько смотреть здесь нельзя не ужимать не ставите но я думаю хоть они мне говорят разницы нет вот эта доска планшет и компьютер большой с процессором все-таки разница есть он быстрее обрабатывает я привезу на нем буду насчитывать даже один у меня сама запись есть сама запись мы сделали сколько там 123 занятия потеряете и теперь вопросы ответа 4124 ответа и все-таки вот такой чемоданчик и и в нем ноутбук самый продвинутый самый сильный сильнее чем ваш стационарный компьютер и вы с собой и он всегда при вас это постоянно куда-то это же лучше то для постоянно лучше для быстроты но для обработки не лучше есть маленькая меленька такая может молоть пшеница то но это не лучший мелькомбината а то выгодно что с собой взял в дороге можем муху сделать но мелькомбинат который дает тысячи тонн лучше все таки дело в том что сейчас они уже мощные стали гнать тихо ну ладно парся брать все ничего не могли сделать не могли не поставить ничего ролики это не хотел каждый день давать здесь ролики интернет плохой здесь интернет интернет плохой ну как это слово интернет плохой что но связь плохая вышка далеко как сказать но не знаю в кочин слабенько работают кабельного тут нету так ты это вот можешь обменять на другую кто-то вот эту искал кто искал не знал нет там целая пачка осталось у бачки же да вот есть всякие разные это все самые такие вот работа лишь какие есть что лишь разные рисунки то вот а то батюшка календаре он не знаю не одну сотню раздел там пачки огромную сколько стоит он сказал кто-то не так и дорого но все однако все время 1 час мы едем в 3 в 2 часа на рапа завтра пообедаем и все до дома пообедаем поехали дома пообедаем еще лучше из деревни домой поеду там приеду у меня ничего нету еще буду делать нет я сейчас хочу велосипед мне там направьте кто-нибудь цепь опять выскочила его растянула это идея попробуй